За что? Опенинг, а потом уже персонажей с сюжетом, потому что там очень много и очень сложно, потому что действительно мне это аниме вело в такой просто взрыв, это просто ужас. Итак, опенинг будет очень краток, это самый лучший опенинг, который я слышал в своей жизни, по нему огромное количество каверов, которые не менее крутые, вот. Ну, потом второй еще есть, но его там поменяли, и вот он вообще никак не зацепил, я даже не помню мотив, вот. Сюжеты персонажей, ох, твою мать, сейчас я оторвусь, ну, давайте, даже не знаю, давайте, наверное, с персонажей, потому что мне придется как-то одно объяснять через другое, и это как бы не есть хорошо, но давайте попробуем. В общем-то, смысл вообще всей этой истории в том, что сама по себе концепция сюжета, она неимоверно офигительная. Там есть практически все, что нужно для того, чтобы сделать очень хороший сюжет с очень хорошими поворотными событиями, и... Да что угодно там можно вообще навертеть, потому что есть 12 человек, которые играют в смертельную игру с дневниками будущего, предсказывают, и должен остаться один. Ну, естественно, из этих 12 выбраны два главных героя, которые будут во всей этой истории там барахтаться. При этом есть бог, он там мало какой-то роли играет, и маленькая лолька, но тоже. Ну, она довольно важна, но не могу сказать, что она вот прям... хочу о ней что-то сказать. Вот, давайте остановимся пока что на двух основных героях, это Юкитера Амано и Юна Гасай. Вот, вот я даже не... у них типа любовь, понимаете? Вот они типа, как бы, ну вот у Юна, во всяком случае, она конченная одержимая яндерка, готова убивать абсолютно любого человека, который неправильно напишет слово Юкитеру, и как бы вот. Вот, при этом она готова умереть ради Юкитеру, то есть если как бы умрут все остальные 11, ну, точнее 10, то типа, скорее всего, она отдаст просто себя убить. А Юкитеру это нытик, который на самом деле бесит не настолько сильно, насколько бесит канеки какой-нибудь в токийском гуле, который ноет, но при этом у него есть моменты, когда он ведет себя вполне адекватно. В основном это происходит в какой-то последней там части аниме, где он реально собирается и прям, ну, он готов там просто рвать и метать, и это наконец-таки приводит к каким-то нормальным последствиям, но... У них, ну, я не знаю, заводятся какие-то своего рода отношения, но это очень странно назвать отношениями, потому что... Как происходят вообще все их отношения? Юна на протяжении всего времени безвозвратно, безответно любит Юкитеру, вообще, то есть там даже проблесков никаких нету. А вот Юкитеру, по началу, как бы, он, естественно, не понимал, что, как бы, ну, Юна, она конченная, но при этом... Когда он это понял, он начал ее шугаться, а потом, когда она там как-то что-то нормально себя повела, и мило там себя повела, он, наоборот, к ней там начал, короче, подкатывать. И вот это происходит на протяжении просто каждой серии, то есть и в начале серии, и конец серии. В начале серии он там ее ненавидит, в конце серии он ее любит, и наоборот, и вот так вот периодически они меняются местами. Я реально вот сижу, думаю, блин, Юна Гасай, конченная яндерка, которую родители пытали клеткой и не кормили ее на протяжении, там, очень долгого времени. Она свихнула с ума, влюбилась в чувака и готова убивать ради него, но твою мать, она выглядит намного стабильнее, чем он. Понимаете, то есть реально, вот на протяжении всего аниме это происходит, и твою мать... Он бесит, типа, есть проблески, и они довольно хорошие, но твою мать, нет, нет, нет. Нет, 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 нет. Это во-первых. Во-вторых, естественно, есть очень странные места, я даже не хочу их комментировать, потому что я их просто забыл, и я думаю, что очень хорошо, что я их забыл, но они очень странные. Я прям не знаю, как их описать, там есть реально какие-то... Какая-то там свадьба у них была, псевдо-свадьба какая-то там у них была. Вообще хрен его пойми, что это было, зачем оно там? Это выглядит только очень странно и кринжево, я такой, что это вообще? И очень хотелось бы отметить тот факт, что, помимо этого, там также есть какие-то другие второстепенные персонажи, и они не играют такой большой роли, насколько эти двое, потому что всё-таки всё вертится именно вокруг них. И, ну, есть девятая, девятая тоже довольно хорошая, она прикольная, у неё очень хорошие роли, она хороший персонаж, несмотря на то, что вначале она просто пыталась всех убить. Вот, но не могу о ней больше ничего сказать. Было обидно, когда она умерла, но потом, когда она не умерла, было не обидно. Вот, поэтому то, за что я реально хочу зацепиться, так это за то, что сюжет уже... Вот это как раз-таки уже переходит отчасти к сюжету, до того, что сюжет, ну, грубо говоря, читаемый в каких-то местах, потому что, когда вы создаёте сюжет, в котором вы говорите, есть 12 человек. Они, из них должен остаться в живых один. Это логично, что, ну, в итоге останется из них один, ну, или двое, там, они будут сражаться. А учитывая, что у нас есть два главных героя, которые заведомо объединились в одну команду, то тут понятно, кто останется вообще-то один на один. И вот все остальные, все последующие какие-либо связи, какие-то кооперации, они просто выглядят тупыми, потому что ты сидишь и понимаешь, ну, вот этот предаст этого, или вот этот предаст этого. Или их просто одновременно грохнут. То есть это как бы та история, в которой ты понимаешь, что твою мать, ну, вот останется вот это и вот это. Всё. Всё остальное умрёт, и как это произойдёт, это не имеет значения, потому что это просто произойдёт. И вот сюжет из-за этого становится, во-первых, читаемый, а из-за того, что происходит в последних пяти сериях, наверное, если не ошибаюсь, так это вообще забей. Потому что там сценаристы, я вот, мы уже переходим на сюжет, там уже сценаристы решили, во-первых, создать велосипед, сейчас я об этом расскажу поподробней. Они запутались и наворотили то, чего просто банально, ну, не нужно было делать. Во-первых, задумка, она охренительная, как я уже говорил, она просто, реально, там можно было очень много всего сделать, и вот, исходя из всего сюжета, можно сказать, что, ну, можно было сделать намного лучше. Намного больше интересных мест, где используется именно вот будущее, прошлое, то, что они знают об этом. И это можно было круто обыграть, но обыгрывается это, ну, средненько, так сказать. А вот эта последняя часть аниме, я боюсь как-то сейчас это объяснять, потому что это можно не понять, но, грубо говоря, там начинаются уже прям конкретные такие игры со временем. Это та тема, которая, в принципе, заведомо сложна для любого сценария, для любой и вообще для чего угодно. То есть это невероятно сложно сделать, так, чтобы это было понятно, так, чтобы это было не нарушено. И, то есть, это просто очень сложно. И тут, тут решили вообще задать свои правила, несмотря на то, что существует огромное количество вселенных, историй и всего, чего только можно представить с играми со временем, где это выполнено, ну, хотя бы на выше, чем среднем уровне. Но там, нет, там, тут забейте просто. Как работает вообще вот в логичных каких-то историях перемещение во времени? Есть какой-то таймлайн, по которому перемещаются персонажи. Если они возвращаются в прошлое и меняют какое-то событие, то будущий таймлайн, он изменяется, да? Но нет. Здесь же у нас все намного проще. Все намного тупее, точнее, даже не знаю как это объяснить. Когда происходит возвращение во времени по этому таймлайну, то создается новый таймлайн. Как? Почему? Зачем? То есть, получается, тот таймлайн, на котором они уже существовали, он продолжает идти. Просто создается новый. Ну, да, да, да. И при этом на этом новом таймлайне абсолютно новые персонажи, ну, типа, новые люди, новые личности, как бы, ну, то есть, они делают ровно то же самое, но, типа, вот это другой таймлайн. Типа, это копия того таймлайна, который уже была, но с изменениями. Я не знаю, как это объяснить, типа, что это за бред? Нет, то есть, а вся фишка в том, что по сюжету Юна Гасай вернулась в прошлое и убила сама себя для того, чтобы изменить будущее. И фишка вся в том, что если бы это бы произошло с нормальным таймлайном, с логикой, что она вернулась в прошлое по таймлайну и просто изменила уже существующий, без каких-либо там созданий новых таймлайнов и тому подобного, то весь сюжет был бы невозможен, так как она убила сама себя, она не должна в данный момент существовать, потому что по ходу событий та Юна, которую она убила, должна была выиграть игру, вернуться в прошлое, убить опять, ну, типа, и вот это вот происходило, ну, и не убивать даже сама себя. То есть, вот этот вот замкнутый круг того, что она возвращается в прошлое, должен был замкнуться, а он даже и не начал, как бы, он не начался, грубо говоря, потому что та Юна просто умерла. И, да, решили вот сделать такой поворот, я не могу сказать, что от этого становится менее интересно, но меня это бесило дико, то есть, на протяжении последних вот этих вот серий, где было это известно, я думаю, типа, твою мать, ну, как бы, да, но так не должно быть просто, это так не работает, вот и все. И это очень тупо, я не знаю, там можно было обыграть как-то по-другому, я не знаю, учитывая, что в любом случае у аниме нет хэппи-энда, я могу сказать, что можно было провернуть так, чтобы Юна, скажем, к тому моменту, когда там подходили все уже события конца игры, чтобы она начала исчезать из истории, что спобудило бы ее вернуться в прошлое и, скажем, убивать себя бесконечно для того, чтобы постоянно быть Юкитеру на протяжении этой игры. Она могла бы проворачивать абсолютно любые события и в итоге, не знаю, постоянно оставаться богиней и просто возвращаться в прошлое и, как бы, ну, я не знаю, то есть, что угодно, что угодно, но не создание новых таймлайнов с новыми героями, которые никакую роль абсолютно не играют. То есть, по сути, к концу сюжета есть три таймлайна. Три! Три таймлайна! Твою мать, алё, вы нормальные там? И, как бы, при этом, возможно, возможно, я чего-то не понимаю. И в конце каждой серии, почти каждой серии, есть сцены после титров, в которых Муру Муру местная объясняет, ну, она что-то объясняет там или просто дает какой-то фан-контент. Но вот в конце есть тоже сцена после титров в последней серии, и она не переведена, я ее не понял, то есть, там только на японском. Я не мог понять, что там происходит, но там очень много Муру Муру, я не знаю, что там произошло. Возможно, там что-то тоже пытались объяснить, но, как бы, просто нету перевода. Вот. И, короче, из-за сюжета, из-за персонажей вот таких вот, из-за того, что с ними делают, из-за постоянного вот этого перехода от состояния «я тебя люблю, да я тебя ненавижу» Юкитеру, можно сказать, что это очень хорошее аниме в плане задумки, а реализация тут, ну, очень-очень-очень-очень посредственная. И я не могу сказать, что я могу вам посоветовать посмотреть это аниме, потому что... Даже если вам нравятся игры со временем, возможно, не стоит посмотреть какой-нибудь «Врата Штайнера», я не знаю, что угодно, но не это. Это, кстати, «Врата Штайнера», скорее всего, следующее аниме, которое я буду смотреть, но это не важно. Вот. Ну, на этом у меня все. Я не знаю, как относиться к этому аниме, оно очень странное. Но если вам понравился этот обзор, поставьте лайк, подпишитесь, напишите комментарий, возможно, какого-то следующего аниме, которое вы хотели бы увидеть обзор или чтобы я посмотрел, потому что голосование после этого, скорее всего, не будет, на то есть причины. Ну и с вами в следующих роликах. Всем удачи и до новых встреч.